МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Осмодей, демон ненависти и разрушения, яви мне свой лик". -"Осмодей, демон ненависти и разрушения, яви мне свой лик". -"Тёмный демон, который потерялся в моём теле, покажи своё лицо!" МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Натвий, сыночек, кто с тобой?" -"Слушайте меня, я и на месте ненависти и разрушения, смотри!" -"Смори, демон! Демон, демон! Демон! Демон, демон!" Давай, давай, давай. Сегодня у меня был разговор со Светланой Волчок. Она утверждает, что ее сын одержим демоном. За какими ознаками бы она это вызначила? До речи, сколько детене роков? Парню 17 лет. Сначала он увлекся татуировками, разными модификациями тела. Выглядеть стал действительно как демон. Но потом и вести себя стал соответствующим. Я пригласил Светлану к нам, она сейчас придет и подробно все сама расскажет. 17 лет. Самый пик подросткового кризиса у мальчиков. Есть ли в семье проблемы, это может быть способом выражения протеста. Да, Тимур, я сначала так и подумал, но Светлана утверждает, что в комнате парня стали происходить какие-то магические и необъяснимые вещи. А вот и Светлана. Знакомьтесь, Светлана Волчок, это Тимур, Марина. Очень приятно. Я уже стал вводить коллег в курс дела, но хотелось бы, чтобы вы сами подробно и с самого начала все рассказали. Матюша, мой сын, он всегда был хорошим, спокойным мальчиком, но все началось год назад, он очень изменился. Привет, Матюш. Как дела? Нормально. Матюш, ну ты чего такой грустный? Устал. Это что такое? Это что такое? Сними немедленно эту гадость! Ты посмотри, что у него на руках! Встань от меня. Борь, ты слышал? Ты посмотри на него, во что он превратился! Что ты ему скажешь? Он взрослый человек, он сам разберется. И ты туда же, да? Матюша стал меняться на глазах. Сначала эти серьги, татуировки, даже рога нарастил. Совсем забросил филармонию. Стал слушать какую-то страшную музыку и в какой-то группе играть. Вот как мне, матери, на это все смотреть? По словам Светланы, за год примерный парень превратился в настоящего демона. Но если поначалу только его отражение в зеркале было демоническим, то теперь в Матвея словно и в самом деле вселилась нечисть. Он стал перекрашивать волосы. Вставляет линзы в глаза, такие, знаете, как кошачий глаз. За что я вам рассказываю? Вот у меня фотография есть. Вот это год назад. А вот это сейчас. Светлана, вы меня извините, конечно, но сотни молодых людей увлекаются тяжелой музыкой и татуировками. Это совсем не означает, что они одержимы демоном. Я тоже так думала. Два года назад родной отец Матюши погиб. Я снова вышла замуж. Я думала, что он обижен и все это творит мне назло. Но даже для подросткового бунта это чересчур. Сейчас я смотрю на него и понимаю. Это не мой Матвей. Не мой ребенок. А настоящий демон. Вы знаете, в квартире стали биться зеркала и появляться разные надписи. И я поняла. Матюша разбудил что-то потустороннее. Простите, а о каких именно надписях идет речь? Понимаете, Матвей все время закрывается у себя в комнате. И по ночам я часто слышу, как он читает какие-то заклинания. А вчера он вообще заявил, что он осмотрел князь тьму. Начал царапать себя, что-то кричать. Это было жутко. Чтобы мальчик не причинил себе вред, родители пошли на крайние меры. Решили привязать Матвея к кровати. Когда он успокоился, Светлана решила, что можно его развязать. Прости. Прости, у нас не было такого выбора, Матюша. И тогда случилось необъяснимое. Что горит, Матюша? Но самое страшное, что Матвею нравится то, что с ним происходит. Он хочет стать демоном. Понимаете, хочет. Он даже колдуна для этого пригласил. Светлана рассказала, что однажды подслушала странный разговор сына. Слушай, колдун, я сделал все, как ты сказал. Когда ты подселишь в мое тело демона, я замахался ждать. Чел, всему свое время. Завтра буду в Украине. Ну, через пару дней приходи. Это ведь все? Финал уже будет. Ты закончишь татуху? Нет. Сделаем еще одну часть, а потом проведем обряд. Светлана, мне кажется, что имя демона, которое он произносил, это скорее прозвище, чем, так сказать, род деятельности. Но Матвей четко спросил, когда ты подселишь в мое тело демона. Ну, это может быть просто подростковый сленг. Как-то не верится. Я понимаю, его мало фактов. Я хотела его больше расспросить об этом. Но он полностью перестал общаться со мной. Светлана, Тимур опытный психолог, и я хотел бы, чтобы он поговорил с вашим сыном. Тимур встретился с Матвеем и вынужден был признать, что контакт с ним наладить очень сложно. Матвей, у тебя очень интересный способ самовыражения. Тимуру кое-как удалось поговорить с парнем. В ходе разговора мой помощник убедился, что Матвей, как и многие в его возрасте, максималист. Что не может простить матери ее новый брак. И что протестует против родительского контроля. А мать действительно настолько контролирует сына, что даже не давала Тимуру и Матвею нормально поговорить. Светлана, я вас прошу, оставьте нас наедине. Матвей, расскажи, а как у вас складываются отношения с мамой? Ну, вообще, в семье. У меня нет семьи. И его эксперименты над внешностью вполне понятны. Матвей стремится выделиться, быть особенным. И демонический имидж бывшего ботана – лишь попытка вызвать интерес и уважение сверстников. Но когда Тимур собрался уходить, произошло то, чего не могла объяснить психология. Тимур сделал вид, что не удивился. Он понимал, что это могут быть обычные химические фокусы, которые мальчик освоил, чтобы попугать взрослых. Взять образцы горящих букв для экспертизы Матвей запретил. Отвалите от меня! Я не хочу ни о чем говорить! И мою комнату больше не суйтесь! Это мое личное пространство! Мать вас вызвала, вот с ней и разбирайтесь! Спит и видит, чтобы я так и сдох никчемным лузером! Все, пока! Адьос! Тимур не стал настаивать. Но он узнал у мамы, когда Матвея не бывает дома, чтобы все-таки взять необходимые образцы. Скажите, а как давно и как часто появляются эти надписи в его комнате? Ну, лично я видела два раза. А там Бог его знает. И не только надписи. Три дня назад, когда Матвей отсутствовал, Светлана столкнулась с очередным мистическим событием. По квартире сам по себе передвигался стеклянный шар сына. Он словно манил женщину в комнату Матвея. Светлана хотела достать шар, но почувствовала, что за ее спиной что-то происходит. Она обернулась. И своими глазами увидела, как на стене появляется огненный лик демона. Ты что здесь делаешь? Но когда в комнате появился Матвей, на стене не оказалось ни лика, ни огня. А шар мальчика стоял, как обычно, у него на столе. Мы раньше думали, что это вообще какие-то фокусы, что Матвей сам их устраивает. Парень он хороший, но в последнее время вот со Светочкой у них что-то не ладится. Да ладно, скажи, что так и думали. Понимаете, Матвей решил меня просто доконать. После того приступа, когда мы его связали, надпись снова появилась на стене. И он не мог ее написать еще раз. Может, это подстраивает кто-то другой? Может, подшутить на Матвея хотят друзья его, например? Да нет у него друзей. У него даже девушки нет. Ну, это правда. Парень сам по себе. Я пытался его растормошить, но я отчим, значит, враг. Но он воспринимает меня в штыки. Ну, а так, разве что с ребятами из этой своей новой группы общается. Группы? Общество малолетних бандитов? Нет, ну, это ты зря. Ребята как ребята, я видел их один раз. Ну, правда, они взяли Матвея в свою группу только после того, как он стал таким. Ну, стал говорить, что он превращается в демона. Итак, общение с Матвеем показало, что он не страдает шизофренией или подобным психическим расстройством. У парня букет обычных возрастных проблем. Неуверенность в себе, застенчивость, скованность, которые он компенсирует новым экстравагантным имиджем и агрессивным поведением. Однако странно, парень ведь действительно убежден в том, что превращается в демона. И эта перспектива его очень даже привлекает. Тимур отметил, что у Матвея эмоции и реакции здорового человека, который искренне верит в мистическую природу происходящего. Но кто убедил в этом подростка? Отчим Матвея сообщил, что после того, как парень решил стать демоном, музыканты пригласили его в группу. Возможно, это они и подогревают в Матвея желание быть таким мистичным. Возможно, им показалось, что одних линз и тату мало, и нужно предъявить публике доказательства истинной одержимости. Но как объяснить видение матери? И надпись на стене, которая появилась и исчезла буквально на глазах. С этим еще предстояло разобраться. В тот же день Тимур отправился пообщаться с музыкальной группой, в которой играл Матвей. Да Матвея взяли, потому что бесноватый музыкант – это круто. Но оказалось, что не очень. То есть? На предыдущей репетиции он мне взял, поломал гитару, потому что я ему сказал, что ты не попадаешь, чувак, в ритм. А почему он сегодня не с вами? А-ля с детским садиком он не играет. Хотя сам младше нас. Единственный друг сейчас у него – это колдун. Колдун – это кличка. Очень крутой татуировщик. Ну, тоже шизанутый чуть на голову. Он, кстати, каким-то шаманом вечно летает на учебу. Недавно я у него как раз сбил свою первую татуировку, но дальше не продолжил. Стремный он какой-то. Вот и сошлись два любителя потустороннего мира. А к татуировщику, который называл себя колдуном, я отправил в Марину. Я был уверен, что обаяние моей помощницы – лучшее оружие. Светлана Волчок уверена, что ее сын превращается в демона. Парень забросил классическую музыку и стал играть в рок-группу. Он покрыл себя татуировками и нарастил рога. При этом в квартире начали происходить странные вещи. На стенах появляются мистические надписи. И сами по себе передвигаются предметы. Светлана подслушала, как Матвей просил татуировщика по прозвищу «колдун» поскорей вселить в себя демоническую сущность. Возможно, этот колдун раскроет нам, что на самом деле происходит с Матвеем. Могу чем-то помочь? Ой, меня налякало. Я тут картинки раздевлялась. Мне до колдуна. Это я. Тату или пирсинг? Тату. Но я не хочу обычную картинку. Я хочу, знаете, как магический оберег. Мне сказали, что вы специализируетесь на этом. И кому я обязан за столь прекрасную посетительницу. Я надеюсь, мы будем забивать все тело. Кто бы чаще видится. Нет. Давайте начнем с чего-то маленького, но очень сильного и значимого. До речи, вас порекомендував Матвей Вовчок. Да? Странно. Он ничего не говорил. Хотя у нас сегодня был сеанс. Так что именно вас интересует, какой оберег? Марина узнала, что не только Матвей искренне уверен в возможность подселения в тело человека демонической сущности. Но и сам колдун верой и правдой служит этой теории. Еще древние полинезийцы знали, что символы, нанесенные на тело, дают власть над темными силами. А некоторые шаманы знали, как использовать эту силу для обретения бессмертия. И эти знания сохранились по сей день. А можно мы не такую инициацию, как у Матвея? Нет, вообще-то, я еще не закончил обучение. Нужно еще пару раз летать к наставнику. А куди, если не секрет? На один из островов в Полинезии. Вот, кстати, краску я Матвею тоже оттуда привез. Но ее хватит только на его татуировку. Так что предлагаю, начали с чего-то попроще. Например, ну вот что-то такое. Нет, не думаю. Марина не только успела взять на экспертизу краски и растворы, которыми обрабатывается татуировка Матвея, но и установила скрытую камеру. Итак, таинственный татуировщик-колдун становится главным подозреваемым. Возможно, в краски, которые вводятся Матвею под кожу, он добавляет химическое вещество, вызывающее у парня видение. Этим, конечно, не объяснить другой мистики, происходящей в доме. Но я уверен, если мы выведем на чистую воду автора мистификации, то и фокусы его тоже раскроем. А вдруг этот колдун и в самом деле владеет какими-то тайными знаниями? Я очень надеялся, что нам удастся получить видеозапись ритуала, который мастер проводит с Матвеем. А тем временем у моей помощницы были готовы результаты экспертизы материалов и стату салона. Редина для догляду за татуированием, как и сама фарба, не сертификованной в нашей стране, но и целиком безопасной. Экспертиза не выявила никаких домишек, кроме банального знеболючего. А когда ты идешь в этот салон еще раз? На этом неделе в него все забито. Записал меня аж на наступную среду. Надо будет попросить Женю, чтобы вывел видео с камеры наблюдения прямо ко мне на ноутбук. А что там Матвей? Тимуру удалось его разговаривать? На жаль. Нам катастрофически не хватает информации. Утром у меня появилась идея. Светлана как-то обмолвилась, что Матвей не выпускает из рук свой планшет. Как сползаешь? Парень постоянно в нем делает какие-то записи или ведет с кем-то переписку. Возможно, в планшете мы найдем ответы на то, что происходит с подростком. Хоть бы помог мне, а? Как же ты задолбала. Я предложил Светлане временно подменить планшет Матвея на точно такой же, но с паролем, неизвестным ее сыном. Что за хрень? Мама! Что? Ты трогала мой планшет? Ты что, не видишь? Я убираю. Для того, чтобы разблокировать гаджет, Матвей отнесет его в сервисный центр. А мы тем временем сможем узнать, что хранится в его планшете. Уже через час планшет был у нас. Евгению не составило труда взломать пароль. Вы знаете, процедура займет около полутора часа. Поэтому я вам позвоню, расскажу, что вы нашли. Буду вам очень благодарна. У меня урок через сорок минут. И знаете, я хотела сказать, спасибо вам большое, что вы не оставляете нас одних со всем этим. Всего доброго. До свидания. До свидания. На, посмотри. Это же целый подробный дневник его превращен. Я просто не хотел при матери говорить. Записи в дневнике датировались 19 июня. Утро после первого нанесения татуировки с изображением демона в салоне колдуна. Матвей описал, как после сеанса он вернулся домой. Он ничего не помнил. Помнил лишь, что нужно было принять в ванную. Хотя все предыдущие татуировки, наоборот, запрещено было мочить. В ванной у парня произошло первое видение. Но Матвей был к нему готов. Поскольку колдун предупреждал, что демон будет его проверять. А вот запись за 1 августа про разбитое зеркало. Стал видеть, что демон уже в моих глазах. Я с такой жадностью всматривался в него, что само собой разбилось зеркало. Может, он его в припадке разбил. 10 сентября. Сегодня был особенный ритуал. Перед этим тату я 9 дней постился, ничего не ел. Наносили лицо демона. Колдун дал книгу. По ней я провел ритуал. Вызывал осмодея. Матвей уже начал сомневаться, что из этого обряда что-то выйдет. Но вдруг почувствовал странные ощущения в своем теле. Словно кто-то пробивался наружу. Кожу буквально разрывало. Обряд прервали мать и отчим. Давай, сколы выселай. Давай, давай, давай. Но Матвей был уверен, что демон не исчез бесследно. Что он все еще находится в его комнате. Марина сказала, что Матвей вчера тоже был на сеансе у татуировщика. А, вот, вот и об этом. Колдун говорит, что с того момента, как мы нарисовали лицо демона, его выражение трижды поменялось. Колдун говорит, что это знак, что я прохожу тест. Остался последний сеанс. Вчерашний ритуал дома меня просто порвал. Появились лица демонов, не меньше пятнадцати. Сначала на стенах, потом начали кружить вокруг меня. Творилось невообразимое. Вся комната покрылась надписями. Марина тем временем отправилась в квартиру, чтобы еще раз попытаться взять пробы в комнате Матвея. Моя помощница застала Светлану в состоянии нервного срыва. Оказалось, что проведенный Матвеем ритуал вызвал видение демонов не только у самого парня, но и у его матери. Марина, уже поздно. Демон вырвался. Они везде. Я вас прошу, давайте не будем заходить в эту комнату. Чего вы такое решили? Я их видела, как вас сейчас. День начался не так, как обычно. Светлана не услышала будильника и опаздывала на работу. По дороге женщина встретила Степана Петровича, который следит за порядком в их дворе уже почти десять лет. Степан Петрович, здравствуйте. Но вместо привычного лица дворника женщина увидела ужасный лик демона. Как у тебя у нас сегодня? Я думала, причудилась столько времени в нервном напряжении. Даже зрение стало падать. Не причудилась. Вы впевнены? Я пришла на работу. Все было как обычно. Я вызвал ученика к доске. Но когда он повернулся ко мне, у него было лицо демона. И он спросил таким жутким голосом, как Матвей? Я отпросилась с работы. Решила вернуться домой. Я все еще думала, что это нервы. Думала, приду, выпью успокоительных. Посплю, пройдет. Светик, привет. Что-то ты плохо выглядишь. Что-то давление надо. Таблетку выпить, извини. Как Матюша? Нормально, Матюша. Извини. Но даже дома женщину преследовали демоны. Я пришла домой. Выпила успокоительных. Не помогло, мне все равно страшно. Никогда в жизни со мной такого не было. Что за зло выпустил Матюша? А где сейчас сам Матвей? Не знаю. Он в последнее время со мной вообще не разговаривает. На звонки не отвечает. Давайте сделаем так. Я понимаю, Матвей зачинив двери. Но мы тихонько их отчинем. Я все швиденько сделаю. И парень ничего не пометит. Мы должны обслеживать эту комнату. Марина, уже поздно. Давайте ни к чему не будем прикосаться. А как ваш человек? Он сможет приехать, чтобы вы не остались самим? Я звонила ему на работу. Он скоро будет. Вы знаете, мы решили оставить эту квартиру, этот город. Нам нужно уехать отсюда. Так же будет лучше, правда? События последних дней все больше и больше подталкивали нас к мистической версии происходящего. Я попросил Тимура побольше узнать про демона, который, по убеждению родных Матвея, вселился в парня. Для этого мой помощник встретился с экспертом. Василий Суботин. Религиовед. Главный научный сотрудник отдела религиоведения и межконфессиональных отношений Института социогуманитарных проблем человека Национальной академии наук. Специализируется на сравнительном анализе различных верований и мифов. Осмодейн – многолик, поэтому его изображают с тремя лицами. Но количество обликов, в которых он может являться, бесконечное. Осмодейн – один из самых могущественных демонов. Дьявол блуда, ревности, мести, ненависти и разрушения. В завете Соломона этот демон упоминается как сын смертной женщины и ангела. Он призван разрушать семьи и совращать верующих. О истории известны случаи, когда этот демон вселялся в людей. Осмодей – один из главных виновников эпидемии одержимости монахинь во Франции в 17 веке. Есть подтверждающие эти документы? И очень много в конце того же 17 века аббат Гибур при совершении черной мессы по заказу фаворитки Людовика XIV, маркизы де Монтеспан, принося в жертву младенца, призывал князей вожделения, астарота и осмодея… Сейчас я вам прочитаю, покажу. Мое занятие – строить козни против супругов, так, чтобы они не могли познать друг друга. Я разъединяю их многими бедствиями и делаю отчужденными их сердца. Вот так он сам говорит о себе. Возможно, Матвей выбрал демона осмодея не случайно. Парня злит новый брак матери, а осмодей как раз разрушает пары. Разгадка точно кроется в комнате Матвея. Возможно, парень сам наносит на стены надписи. Но как они появляются и исчезают, когда парень лежит на кровати связанным? И как Матвей устроил, чтобы демоны являлись его матери? А если это все-таки не Матвей, то кто? В демоническую сущность, которая владеет телом парня, я верить пока еще не готов. Андрей, посмотри-ка сюда. Вот я увеличил. Книга у отчима в руках. Занимательная химия. По-моему, это и есть разгадка наших фокусов. Это было бы слишком просто. Сейчас погуглю, посмотрю, какие опыты есть в этой книге. Ну, не удивлюсь, если там есть и разбитые зеркала, и самовозгорание. Ну, вот, смотри. В книге и в самом деле были интереснейшие главы под названием «Самовозгорание» и «Как превратить воду в кровь». Но это могло оправдать только часть происходящего с Матвеем. Появление лиц демонов у знакомых Светланы книга никак не объясняла. Я попросил Тимура встретиться с отчимом Матвеем. Вполне возможно, что несносный пасмур довел его до ручки, и Борис захотел его проучить. Я с детства химией увлекался, и сейчас увлекаюсь. Вот, хотел даже на химфакт поступать, но родители отговорили. Ну, я бы такого никогда творить не стал. Но вас ведь злит поведение Матвея, его отношение с матерью. Ну, да, злит, безусловно. Безусловно, злит, и даже хочется иногда выпороть его. Но я умею держать себя в руках. Парня можно с другой стороны понять. Возраст, плюс смерть отца, тут еще чужой мужик в доме. Ну, книжка вот эта тоже куда-то пропала. Когда? Ну, где-то полгода назад. Это было как раз после того, когда в нашу квартиру шпана из соседнего двора залезла. Вы знаете, кто именно? По словам Бориса, в квартиру залез бывший одноклассник Матвея Виктор Синицын. Когда-то он издевался над Матвеем. Борис и Светлана тогда только поженились. Отчим Матвея добился, чтобы Синицына исключили из школы. У них с Матвеем в школе еще тогда всякие конфликты были. Этот гаденыш залез к нам в квартиру, исписал все стены в комнате Матвея всякими ругательствами, золото украл. Вот, собственно, книжка тогда и пропала. Почему же вы нам сразу об этом не сказали? Он после этого попал в колонию для малолетних. Я был уверен, что он до сих пор там сидит. Я встретил его вчера, когда домой возвращался. Еле узнал. Он возле нашего дома вертелся. Не знаю, как-то мне кажется, это все сложно для него. Но, с другой стороны, Бог его знает, чему он там в этой колонии научился. Пока Тимур встречался с Борисом, Марина отправилась в квартиру, чтобы наконец-то взять пробы со стен в комнате Матвея. Произошло непоправимое. Заходи. Марина, только что на моих глазах из Матюши появился демон. Светлана вышла из ванной, где надевала контактные линзы, и увидела сына. Глаза Матвея как-то необычно сияли. И голос у мальчика был таким же, как у демонов, которых она видела повсюду в течение дня. Ну вот я и донор. Пятый из десяти архидеморов. Осмады. Матвея снова стала всего трясти. Но приступ длился короче обычного. И парень сразу потерял сознание. Вокруг началось что-то по-настоящему потустороннее. Светлана сама едва не лишилась чувств, когда перед ней вырос настоящий демон. Светлана Волчок уверена, что ее сын превращается в демона. Парень забросил классическую музыку и стал играть в рок-группе. Он покрыл тело татуировками и нарастил себе рога. Светлана и сама начала видеть повсюду демонов. Так кто или что является причиной всей этой чертовщины? Когда страшный демон испарился, Светлана бросилась к сыну и обнаружила, что огромная татуировка на спине Матвея исчезла. Я вышла из ванной и столкнулась с сыном гостиной. И тут начали происходить непонятные вещи. Появился демон. Неужели он сошел с татуировки Матфея? Он стал таким материальным, живым. Я сама не верю, что произношу эти вещи вслух. Но разве могут быть другие объяснения? Вот этому доказательству. Это просто непостижимо. Так, футболку я беру на экспертизу. Еще сделаю несколько анализов в комнате Матвея. А вы терминово звоните человеку, хай повертается. Татуировку Матвей закончил прошлой ночью. Возможно, обряд даст ответ, что на самом деле произошло с подростком. Как закончим, проведешь последний ритуал. Сегодня должно окончательно произойти вселение. Если что-то пойдет не так, возвращайся в салон. Что же все-таки происходит с Матвеем? Он действительно закончил ритуал и превратился в демона, как рассказывает его мать? Или может, еще есть шанс найти разумное объяснение? Предположительно, книгу «Занимательная химия» украл враг Матвея – Синицын. Если она у Синицына, то можно предположить, что возгорание стен – его рук дело. Но как он каждый раз попадал в квартиру? У Синицына с Матвеем давний конфликт. Но от обычных хулиганских проделок до самовозгорающихся стен – большой путь. И как он добился того, что Светлана тоже увидела демона? Мои размышления прервала Марина. Она уже получила результаты исследования букв, которые появлялись на стене. Как и следовало ожидать, это был самый обычный химический фокус из книжки о «Занимательной химии». Но потом она рассказала то, чего я никак не мог ожидать. Я оставила Светлану с Борисом. Он, как бы, ее успокоил. Но она меня переконывала, что он тоже демон. Но есть какое-то объяснение ее галлюцинации? Нашла что-нибудь в крови? Нет. Но я нашла где-то что-то другое. Светлана сказала, что в ней закинчився розчин для линз. И вона взяла розчин Матвія для его кольоровых линз. Помнишь, что она вдягала линзы перед самым перетворением Матвія? То есть ты намекаешь, что это и есть разгадка? Я тебе скажу прямым текстом. Я уже анализы сделала. В розчине детиламид лизергинова кислота. ЛСД? Ты уверена? Что-то я не слышал, что его можно капать в глаза. Можно еще и я. Ну да, это объясняет и демонов, и превращение Матвея. Подожди, ну ты же делала анализ крови у Светланы. Я ничего не обнаружила. То есть получается, что с Матвієем все в порядке, и он никуда не исчезал. И его превращение в демона, это всего лишь галлюцинация его матери. Но тогда остается один вопрос, кто подлил ему эту гадость? Бывший одноклассник его? Ну зачем? Ну вот я только что с ним встречался. Выдался интересный разговор. По словам Евгения, Виктор Синицын сразу же согласился на встречу. Но причастность к тому, что случилось с Матвеем, категорически отрицал. Мне было 16 лет. Дурь в голове. Компании такие же. Ну вот что с этого получилось. Ну видите, это моя мама. Ей 40 лет. Выглядит она старше. Это все из-за меня. Когда меня посадили в тюрьму, врачи обнаружили у нее рак. Мне хотелось бы больше времени проводить с ней. Они шлятся по всяким квартирам и дурью маятся. Понятно. Ну а книжечка «Занимательная химия» она еще у тебя, которую ты украл? Какая книжечка? Я вообще ненавижу химию. Ну ты же не будешь отрицать, что с Матвеем у тебя были какие-то нелады. Что вы там не поделили? Ну что обычно делят пацаны? Девушку. По словам Виктора, Матвей раньше был очень правильным и тихим мальчиком. Этим он сильно выделялся среди сверстников и был постоянным объектом для издевательства. Эй, очкастый, подходи покурим. Ты что, глох? Спасибо, мы не курим. Извините, мы торопимся. Опорт. Привет, красотка. Зачем тебе эту пузу? Давай лучше я тебя проведу. Ну давай. О, выродники. На. Мы стали с ней встречаться. Матвея это разозлило. Ну а потом меня загребли менты. Ну а с девушкой, ты видишься сейчас? Она на меня даже не посмотрит. Да и на Матвея. Ну и сейчас звезда. Конкурс выиграла, там какие-то деньги. В общем, крутая. А с Матвеем не виделся? Да виделся я с ним. Он хотел узнать, где достать лезда. Ну а я откуда знаю. Не знаю, зачем это ему. Но точно с этой девчонкой Леркой как-то связано. Сильно уж она его задела. Выходит, Матвей это все сам сделал? Ну так получается. А на вещи? Мы можем только догадаться. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Сам пришел. А когда? Хорошо. Мы сейчас к вам подъедем. Теперь мы можем все сами выяснить у Матвея. Он только что пришел домой. С ним все в порядке. Как признался потом Матвей, тот случай с Лерой, с девушкой, в которую он первый раз в жизни влюбился, стал для него последней каплей. Смерть отца, замужество матери, проблемы с отчим. А теперь еще и девушка ушла от него и назвала лузером. Матвей забросил классическую музыку, стал экспериментировать с внешностью и надеялся, что Лера снова к нему вернется. Но когда два месяца назад они наконец-то встретились, Лера его даже не узнала. Она стала солисткой группы и встречалась с гитаристом. Матвей очень разозлился. Он решил, что на зло ей, на зло Виктору Синицыну, на зло отчиму и матери он должен не просто выглядеть демоном. Он должен им стать. Тогда же подросток уговорил колдуна сделать ему волшебную татуировку, превращающую в демона. Но, как выяснилось, это перевоплощение устроил не колдун, а ребята из его музыкальной группы. Матвей своими истериками и капризами окончательно испортил отношения с музыкантами. И они решили ему отомстить. На репетиции добавили немного ЛСД в раствор для линз, который Матвей всегда носил с собой. Они знали, что этой концентрации вполне хватит для галлюцинаций. Ведь если вводить ЛСД через слизистую глаза, подействует даже мизерная доза. Но эффект превзошел все ожидания. Матвей безоговорочно поверил в то, что татуировка работает. И что он превращается в демон. Конечно же, зеркала в доме он разбил сам. Но был уверен, что они треснули сами от власти его демонической силы. А вот самовозгорание стен было сознательным действием самого Матвея. Именно он украл у отчима книжку «Занимательная химия». И стал пугать и родителей, и всех окружающих. Знаки нарисовал химическим реагентом на основе скипидара, который украл в кабинете химии. Как известно, соединения скипидара способны возгораться даже при комнатной температуре. А в квартире – стеновое отопление. И Матвею нужно было всего лишь заранее его включить. И как только температура стены повышалась, буквы, нанесенные заранее, воспламенялись. И Матвея никто не мог заподолить. Как и многие подростки, Матвей очень хотел измениться. Матвея хотел стать значимым, не таким, как все, кем-то большим и вызывать уважение. В итоге семья оказалась на грани помешательства. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешались мы. Надеемся, из всего произошедшего он сделает правильные выводы. Кстати, человека, который продал наркотик, задержали. Он сейчас в СИЗО и ждет сюда. Парню, наверное, так хотелось поверить, что он превратился в демона, что он готов был обманывать сам себя. Но, как ни странно, эта история объединила семью. Матвей все-таки понял, что из-за него пережила мама. Конечно, от имиджа своего он не отказался, но собирается поступать в консерваторию, чем несказанно радует Светлана. Марина, может быть, вы нас тоже порадуете и покажете татуировку, которую вам сделал колдун? Да, да, да. Я ждала на это прохождение, и поэтому подготовилась. В любом случае, Марина, ты божественна, но я очень надеюсь, что эта татуировка временная. Обжижь тем часом.